Чуть более месяца назад руководство Харьковского погранотряда Обратилась с просьбой Харьковскому городскому голове Геннадия Карнаса Учитывая ближайшую зиму, а синоптик обещает очень сильные холода И кроме того, что постоянно Харьковский погранотряд несет службу в зоне АТО Помочь в приобретении комплектов зимней одежды Поэтому была разработана новая курточка, нового образца На этой курточке нет воротника, здесь стойка Во-первых, данная стойка в период холодов четко закрывает шею Так как рядовому составу шарф не положен Кроме того, учитывая ее постоянное пребывание в зоне АТО Он плотно садится в бронежилет, не мешает Кроме того, куртка эта имеет три слоя утепления Два слоя синтопона и третья шестепон По данным специалистов, данной температуры наружного воздуха до минус 30 данная куртка выдерживает Что поможет перенести воинам Харьковского погранотряда холода И достойно нести службу по охране государственной границы А также выполнить необходимые приказы командования Кроме всего этого, впервые в истории вооруженных сил пошита обувь нового образца Это утепленные берцы Здесь чистая кожа Подошвы клеены, прошиты То есть не отпадут И позволят нашим пограничникам, которые охраняют рубежи нашей родины Достойно нести службу по охране государственной границы Мы вручаем 307 комплектов курток и 405 комплектов обувь Учитывая, что это третья партия, работа продолжается Но я должен сказать, что на сегодняшний момент мы уже половина личного состава Харьковского погранотряда У них 1200 человек, мы обуви и обуви К нам обратился департамент коммунального хозяйства города Харькова Где-то недели три назад С просьбой обеспечить погранотряд Харьковский Утепленными, ну, современными утепленными берцами До этого момента мы отшивали изделия для своего департамента Для СБУ Украины Но, к сожалению, они были все образца еще тех времен, скажем так Где-то советских, может быть, скажем Гвоста еще Советского Союза Значит, там не было утепленных образцов Значит, мы разработали, поработали своими технологами Разработали новые виды обуви На клево-прошивной подошве Которая позволяет обуви работать в полевых условиях Ну, скажем так, приближенных к бою В окопах, в полях Они повышенной прочности И применили утепление Мех, правда, искусственный Но он на сегодняшний день выдерживает Наши температурные режимы нашего региона И вот получились такие у нас Ноу-хау в виде утепленных берц Что предоставили образцы Пограничники посмотрели Остались очень довольными Вот на сегодняшний день мы отшили 750 пар Работа продолжается И еще будут заказы на это оба Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить И представителей города И лично Виктора Александровича За помощь Почему? Потому что Мы давно сотрудничаем И Виктор Александрович помогает По многим вопросам Прежде всего, связанных с обеспечением В том числе и пограничников И на очередной, скажем так, встрече Рабочей мы проговорили о том Что есть такая хорошая возможность Все-таки помочь пограничникам Ну, грех было отказываться Почему? Потому что на сегодняшний день Несмотря на то, что Пограничники обеспечиваются Более-менее качественной и нормальной Формой одежды Но с учетом специфики Что практически половина личного состава Находится в зоне АТО А практика показывает Что там форма одежды Снашивается намного быстрее А нормы Есть нормы И более чем там Например, одного камуфляжа Одной куртки утепленной Полгода боец не может получить Поэтому мы приняли такое решение Чтобы это все было качественно И организовали пошив формы одежды При этом Были ущены все Требования наши пограничные Это прежде всего Носкость Для того, чтобы пограничники Могли не месяц, два, три А полгода Год носить Вылегчены наши предложения По все-таки утепленным образцам За что мы, скажем так И благодарны Приоритет, естественно Будет тем военнослужащим Которые будут уезжать В зону АТО Почему? Потому что на сегодняшний день Харьковский пограничный отряд Ежемесячно Направляет определенное количество Военнослужащих Которые несут службу На протяжении месяца Два И потом обратно ротируется Поэтому приоритет, естественно Это зона АТО Для чего? Для того, чтобы человек Чувствовал себя и уверенный И понимал, что Скажем так Он не один На этой войне Сейчас мы еще одно Посмотрим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok